Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, военный эксперт. Олег Жданов вместе с нами. Олег Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Олег Владимирович, ночью над Воронежем были сбиты три беспилотника. В Курчатове дрон взорвался в четырех километрах от Курской атомной электростанции. Не так много информации по этому эпизоду, по этому случаю, но это все очень и очень интересно. Что вы об этом думаете? Я думаю, что на нашу работу это точно не похоже, потому что у нас здравого смысла намного больше, чем у россиян. Судя по тем поступкам, которые они совершают и у нас в Украине, и вообще в ходе этой войны. Дмитрий Медведев же писал в своем твиттере о том, что угрожал, что там ай-яй-яй, может случиться авария на Курской атомной станции. Вот они, скорее всего, и пытаются разыграть эту карту. Три дрона сбили, один упал, загорелся и так далее. А вообще, почему я говорю о здравом смысле? Потому что Курская атомная состоит из двух частей – из старой и новой станции. На старой станции там реактор РМБК-1000, такой же, как взорвался в Чернобыле. А на новой станции там реактор РМБК-1000, такие как аналоги тех реакторов, которые стоят на Запорожской. Поэтому, если они хотят получить Чернобыль под Москвой, то, конечно, полный вперед. И, кстати, Курская атомная, по-моему, до Москвы ближе, чем до границы Украины. Я уже не говорю до Киева, а до границы Украины. Так, примерно по карте вспоминаю. Так что, в этом плане, ну, надо быть не с полна розумом, чтобы играться с такими вещами, как атомная станция, а тем более с реакторами такого типа, которые могут дать тепловой взрыв и огромный выброс радиации. А вот если бы до КБ, предположим, будем рисовать следующий сценарий, а если бы беспилотник попал бы? Ну, беспилотник ничего не сделает ни одному, ни второму типу реактора. Там надо, чтобы попала ракета, допустим, тактическая ракета или оперативно-тактическая ракета с ядерной головной частью. Тогда, да, тогда она вывернет станцию наизнанку, и это будет действительно техногенная катастрофа на объекте, на радиоактивном объекте. Вот, или на объекте, который содержит радиоактивные элементы. Это да. А так нет. Ну, вспомните, когда захватывали Запорожскую атомную, там даже с танковыстрелом попали, по-моему, в здание реактора. Ну, кроме царапин на бетоне, там больше ничего не осталось от танкового выстрела. Так что дрон там, тем более, ничего не сделает. Он может технически повредить что-то, но тогда сработает система аварийной защиты. То есть реактор будет заглушен, потушен, там, ну, все процедуры, которые при срабатывании аварийной защиты. Олег Владимирович, на протяжении всей этой недели мы говорили о саммите НАТО. Мы, конечно же, в рамках нашего сегодняшнего диалога и эфира будем говорить об итогах того, что произошло в Вильнюсе. Но давайте все же начнем мы с ситуации на фронтах, потому что вот сложилось впечатление, что информационное мы как-то забыли о том, что происходит на нашей территории. Ваш анализ, обзор, ситуация на фронтах, пожалуйста. Ну, скажу так, что есть направления, на которых ситуация критическая, на грани критической, но сейчас мы, я так понимаю, наш генеральный штаб принимает меры к ее стабилизации. Я имею в виду Купинское и Лиманское направления. Они у нас последние сутки, последние несколько дней, они стали у нас такими самыми горячими, можно сказать, направлениями. Почему? Потому что та группировка войск, которую там создал Генштаб России на этом направлении, они попытались двинуть ее в наступление. Они хотят Торское, выйти на Торское, на вот эту гряду пойм и водохранилищ для того, чтобы отсечь наши войска и, скорее всего, сделать рубеж обороны именно вот по вот этот Ямполь, Торское вот здесь. Кстати, попытка не первая, они зимой то же самое предпринимали и тоже двигались на Торское. В результате подтягивания там резервов на месте, без переброски каких-либо других войск, нам удалось купировать это наступление. То есть оно сейчас полностью остановлено, они имели там частичный успех в направлении Торского. Сейчас это все остановлено, купировано и мы принимаем меры ликвидации врага на этом выступе. Приведет ли это к ликвидации от этого маленького вклинения, пока трудно сказать, но в принципе мы остановили. И то же самое на Лиманском, у нас тоже критическая ситуация была пару дней назад, когда они попытались двинуться в Серебрянском лесничестве и вытеснить наши войска оттуда максимально. Там в основном сработала артиллерия по посадкам и тоже мы купировали их продвижение. Но сам факт, там очень большая группировка и я так понимаю, что это можно, наверное, считать задумом Герасимова. В том плане, что если бы им удалось возобновить наступление на этих направлениях, то мы бы вынуждены были перебрасывать свои оперативные, как минимум оперативные резервы для того, чтобы его остановить. И таким образом мы бы ослабили, допустим, возможно ослабили бы Запорожское направление или Донецкое направление. Но, слава богу, я так понимаю, нельзя утаить иголку в стоге сена, точнее, неправильно, шило в мешке не утаить. И, соответственно, наш генштаб видел накопление этих войск и мы, в принципе, ожидали, что они могут что-то такое выбросить, чтобы нас спровоцировать. Поэтому реакция была соответствующая и, да, ситуация очень тяжелая, бои идут очень ожесточенные, но, тем не менее, мы стабилизировали фронт. Бахмутское направление, здесь тоже ситуация на севере для нас, ну, будем так говорить, очень тяжело складывается, потому что там фактически своими контратаками вот этих десантного полка они остановили наше наступление в районе Берховки. Мы там практически не продвигаемся, там вот сейчас идут тоже ожесточенные бои. Но зато на юге у нас довольно хороший успех. Мы практически, взяв господствующие высоты северной Клещевки и продвигаясь вглубь оккупированная территория, освобождая территорию, мы уже и Клещевка, получается, что под полным нашим огневым контролем. Бахмут не полностью, нельзя сказать, что мы замкнули огневой мешок, мы стараемся это сделать. А вот Клещевка, на мой взгляд, там, ну, наверное, вопрос ближайшего времени удержания российскими войсками Клещевки под огромным вопросом. Скорее всего, они… Клещевку берем в клещи. Да, да, вот Клещевку мы берем в клещи и продолжаем, точнее, брать в клещи. И вот тот момент, когда будет либо жест доброй воли, либо надо будет принимать сложные решения, он, на мой взгляд, он уже близок. Причем, очень даже близок. Вот. Ну, дальше у нас идет Авдеевка-Маренко. Авдеевская дуга горит. Брак пытается атаковать. Маренко тоже пытается атаковать. Здесь мы, в принципе, скажу так, ситуация тяжелая, но стабильная. Линия фронта не менялась уже, ну, несколько недель. Ни противник успеха не имеет. Наоборот, несет огромные потери. Я только одного Первомайского вспоминаю. Я даже не знаю, как его не приравнять. А, они прекратили атаковать там. А так можно было бы уже, наверное, начинать сериал как с Чернобаренко. Каждый раз они атакуют Первомайское, каждый раз мы их там накрываем, и они откатываются, понеся большие потери. Вот. Ну, дальше Бердянское и Мелитопольское направления. Здесь у нас частичный успех. Идут тяжелые бои в районе Работина. Вот. Там, кстати, в районе Работина мы практически уже подошли к первой линии обороны. То есть мы преодолели полосу обеспечения. Вот. И вчера, вот надо отметить, вчера у нас еще было продвижение на, по-моему, Бердянском направлении. В районе населенного пункта Приютное мы довольно неплохо продвинулись и закрепляемся. Закрепляемся на новом. Ну, и в Бердянске же был ликвидирован российский генерал, Цокович, еще один российский генерал. То есть или российские генералы как мухи мрут на украинских полях, либо же их закрывают в подвалах ФСБ и Министерства обороны. Ну да, смотрите, мы возвращаемся, кстати, в начальную стадию войны. Вспомните, когда их наступление начало захлебываться, и мы остановили их продвижение, основные направления. Они тогда помчались, генералы тоже помчались на передовую, потому что выяснять, почему же солдат не наступает. Ему приказано наступать, а он вот такой вот мерзавец не хочет идти вперед. Почему? И поэтому, да, мы будем встречать на линии фронта, мы все чаще будем видеть старших офицеров, и у нас есть шанс их немножко проредить. Ну, а там, а с другой стороны, практически ФСБ сейчас работает на нас, пытаясь возродить лучшие традиции Лаврентия Павловича Берии 1937 года, арестовывая и задерживая генералитет и допрашивая всех, кто какую роль играл в мятеже Пригожина, в его подготовке, организации и так далее. Так что, в этом плане, да, я с вами согласен. Ну и осталось у нас херсонское направление. Здесь ситуация, в принципе, в нашу пользу. Мы держим плацдарм. Слава Богу, он уже легализован. Мы о нем уже говорим. Мы держим плацдарм у развязки на левом берегу возле Антоновского моста и часть дач на въезде в Олежке. Противника сил и средств выпить нас оттуда не хватает, а у нас, к сожалению, тоже развивать наступление или развивать наше присутствие на плацдарме мы можем, но ограничено. Потому что, по некоторым сведениям, почва недостаточно просохла для того, чтобы техника могла на левый берег. На асфальте, да, в поле нет, земля еще срая. Так что, надо еще немножко подождать. Вот такая вот обстановка. Обстановка, я скажу так. В общем, можно сделать вывод, что немного снизилась интенсивность боевых действий, хотя остаются отдельные участки, где они очень активные. Ситуация качели. С одной стороны, с востока российские войска пытаются наступать, на западе и на юге наши войска пытаются наступать. То есть, вот такая вот игра генеральных штабов продолжается. Кто кого передавит, кто кого вынудит раньше тратить резервы. Олег Владимирович, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал о том, что самыми урожайными для украинского контрнаступления будут август и сентябрь. Тут мне почему-то вспоминается сразу же, не скажи гок, пока не перескочишь. А на какой урожай можем рассчитывать в следующем месяце и в осенью? Смотрите, о чем речь? Речь о том, что все же ожидают, все понимают слово контрнаступление. Понимаете? Ключевое здесь слово наступление. Все ожидают, когда же войска пойдут вперед большими клиниями, будут разрезать оборону противника как нож масла и будут освобождать гектарами или тысячами гектаров наши или километрами квадратными наши территории. Вопрос в том, что мы столкнулись с довольно хорошо подготовленной, глубоко эшелонированной обороной противника. И теперь мы вынуждены начинать нашу контрнаступательную операцию с максимального нанесения потерь и ослабления боевых потенциалов врага. Кстати, я напомню, когда генерал Милли ответил на интервью нашего главкома генерала Залужного, он сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, что когда мы планировали и просчитывали модели контрнаступления вооруженных сил Украины, то мы рассчитывали, что первый этап подготовительный, который сейчас идет, будет длиться 6-8-10 недель. Так сказал генерал Милли. Сегодня у нас шестая неделя контрнаступления. То есть мы еще где-то в середине нашего славного пути. Десять недель... То есть вспоминает Павла формирующие операции. Да. Десять недель — это два с половиной месяца. Так что если мы в первых числах июня начали, то где-то в середине августа мы должны уже начать двигаться вперед. Может быть, раньше. Война — наш обоюдный процесс, и она очень скоротечная. Но сейчас уже нам активно помогает ФСБ, нам активно помогает генеральный штаб Российской Федерации. Как бы это дико ни звучало, но одни арестовывают, другие снимают с должностей. Я в этом плане. И это все в любом случае. Это разваливает вертикаль власти. Это деморализует войска. Если действительно генерал Попов имел авторитет среди военных, то его снятие с должности, тем более после такого его заявления, что это удар в спину, подлый, предательский, обезглавливание армии в такой момент... Кстати, я вам действительно скажу, вы же знаете участок ответственности 58-й армии? От Углидара до Каховского водохранилища. Это все 58-я армия. Она усилена подразделениями и частями четырех армий для того, чтобы держать такой большой кусок фронта. И ура! Герасимов снимает командарма. Это очень хорошо. А мы накануне убиваем в Отбердянском, в отеле Дюна, по-моему, убиваем его зама, зам командующего 58-й армии. И вместе с ЗКП, мы накрыли ЗКП, это половина штаба армии, который занимался вопросами организации. Если судить нефото и видео, там очень такой, скажем так, жирный прилет получился. Нет, так там же, вы знаете, что там два в одном? Там же два было прилета. Когда накрыли ЗКП армии, я не знаю по какой причине, но почему-то туда прислали на ликвидацию разбор завалов, прислали дагестанский ОМОН. Он в основном из Дагестана. И они, наши узнали об этом, и туда прилетела вторая волна. Ну, отправили дагестанский ОМОН, потому что, наверное... Да, кстати, погиб командир ОМОН, погиб, и довольно большие потери понес сам ОМОН. Так что там двойной прилет, там очень хорошо поработали. Олег Владимирович, раз вы уже упомянули Ивана Попова и вообще вот эту всю нашумевшую историю, то аудиосообщение, которое было опубликовано в телеграм-канале депутата Госдумы Гурулева, говоря о содержании того, о чем рассказал российский генерал Попов, насколько это все может соответствовать действительности и близко к истине? Я думаю, что это чистая правда. И именно из-за этого его и сняли. Герасимов, Шойгу, ну, естественно, и Путин, видимо, не хотят дружить с правдой и не терпят, когда она всплывает без разрешения. То есть все должно быть хорошо. А как же так? И при таких проблемах как же они могли уничтожить тысячу танков? Как же они могли уничтожить десятки ракет Штормшедов? При таких проблемах в армии. А народный депутат, он же... А, кстати, это же народный депутат, он сам бывший командующий этой же 58-й армии. И, насколько я помню, он, по-моему... Это же не самая боевая армия, которая оккупировала Грузию. Так как кажется оттуда? Да, да, да. 58-я армия, которая входила в Грузию. Так что и он прекрасно... Я думаю, что этот народный депутат, он же как бывший командующий, он прекрасно понимает, что это соответствует действительности и что это правда. Только теперь он не зависит от Шойгу и Герасимова, поэтому он может себе позволить сказать об этом вслух. А когда генерал сказал, то как посмел это самое... Ухо начальника огорчить таким... Слух начальника огорчить такими пагубными вещами, что у вас там проблемы нет. Они же до сих пор вот чем... Вот это, кстати, это показывает огромный конфликт между высшим звеном военного управления и низшим звеном военного управления. Вот командармы там, командующие корпусами, вот это промежуточное звено, которое является транзитером между генштабом и войсками, и обратная связь должна быть. Так вот мы прекрасно теперь на этом примере мы понимаем, что обратной связи нету. Что сегодня войска барахтаются, и это как было в 1941 году, да, что ни шагу назад, или там почему ты не стреляешь, патроны кончились. Но ты же коммунист, и пулемет застрочил вновь. Вот, вот о чем это говорит, что генштаб воюет вот такими категориями, управляет, точнее, войсками. Не воюет, а управляет войсками такими категориями. Так, Олег Владимирович, к каким выводам мы можем прийти, что несмотря на то, что Вагнер фактически умножен на ноль, там Пригожин где-то появился в одной футболочке и в трусиках, такой себе лысенький мальчик в трусиках сидит на кроватке, Путин заявил о том, что юридически Вагнер перестал существовать, хотя вот в июне называл Вагнера компанией. Он же говорил, что он и не существует, он же сказал, что нет такого юрлица, как Вагнер. Ну подождите, государство же финансировало. Ну да, куда делись 86 миллиардов рублей, теперь уже никто не вспоминает, но то, что оказывается Вагнер никогда не существовал как юрлицо, и вообще Путин сам себе противоречит. Вот такое впечатление, что у него деменция наступает, или маразм наступает намного быстрее. Да, да, это просто, что двойники не знают, что говорить. Да, потому что он в одной и той же речи говорит, что это незаконно, потому что законодательство России не предусматривает наличие частных военных компаний, нет такого юрлица, а куда же делись 86 миллиардов, подождите. Две газели, это две газели, которые с деньгами отдали Пригожину обратно, туда делись 86 миллиардов. Так вот, получается что? Что оппозиция к Шойгу и Герасимову, она голову поднимает? Там, знаете что, мне кажется, что сейчас мы наблюдаем период итальянской забастовки. Вот сейчас, мне кажется, начнется в Генштабе саботаж. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны задерживают, арестовывают генералов. Кого-то задерживают, кого-то арестовывают допросы. Генеральный штаб, это как любая организация, она имеет свои внутренние связи и сарафанное радио. Все прекрасно все понимают. И Герасимов не бежит защищать, ни Шойгу не бежит защищать этих генералов и бить по рукам ФСБ, что не трогайте их. А практически получается, что что? Всех сдают, да? Попробовал Попов сказать правду о состоянии войск на фронте, тут же вылетел с должности. Теперь что надо делать? Надо, сейчас нужен, как говорил Райкин, как клоп. Говорит, клопик он маленький, он раз под листик, под одеялко, все вымрут, он будет жить вечно. Так вот, сейчас все будут держаться за свои места, чтобы не вылететь и не попасть в опалу. А что для этого надо? Для этого надо суммлинно выполнять службу и убористки. То есть инструкцию достаешь, а война не предусматривает бюрократии. Понимаете? Когда бюрократия начинает управлять войной, эта война проиграна. То есть это еще добавит масла в огонь. Они перестанут принимать быстрые решения, потому что будут их согласовывать. Они будут бояться этого. Они будут пытаться возобновлять бюрократию в плане согласования подписей, бумаг и прочего-прочего. И вот это все начнет накапливаться в качестве проблем, нерешенных проблем для войска. А войска будет кричать «дайте патрону». Вот то, что когда-то кричал Пригожин. Где снаряд? Шойгу, где снаряд? Теперь это будут кричать командарные. Где снаряды, чем стрелять, чем обороны? Мы можем кричать, спрашиваю, а где Суровикин? Ну, где Суровикин? В этой версии я слышал уже две основных. Бывшие советские разведчики, которые сегодня живут и здравствуют в Соединенных Штатах, говорят, что его, может быть, уже нет в живых. Может быть. А Пригожин, говорят, похожее. Wall Street Journal написал, что он, скорее всего, в Лефортово и подвергается допросам, причем допросам с пристрастием. Кстати, получается, вот знаете, я так посмотрел, плюс еще эта цифра, что они опубликовали, что 13 генералов еще задержаны, арестованы для допросов. Я что-то вспомнил военный заговор перед войной. Помните, Сталин там разоблачал, когда порастреливали всех, до командиров полков добрались по репрессиям в армии. Вот я почему в начале нашей беседы вспомнил, что Лаврентия Павловича, Берию, что там сейчас под пытками Суровикин сейчас скажет, что все принимали участие в подготовке мятежа. Хотя люди могли и не знать, что они там, допустим, вот та техника и вооружение, помните, которую показала РИА Новости, да, показала там, репортаж был, что несколько тысяч тонн боеприпасов, техника и вооружение, причем некоторая техника, которая даже еще не побывала в бою. То есть она либо снятая с хранения, либо пришла с ремонта, но на ней нет следов эксплуатации, особенно в боевых условиях. Так вот, я вполне допускаю, что Суровикин мог способствовать этому. Почему? Потому что когда Суровикин командовал группировкой войск в Украине, то Пригожин хвастался, что у него появилась артиллерия своя, потом танки, потом он даже сказал, что у нас даже есть своя авиация. Что мы типа такая моща. Дружба Суровикина могла этому способствовать. Конечно же, ряд генералов и старших офицеров был задействован в передаче. Вполне возможно, что Вагнер имел приоритетность в обеспечении техникой и вооружения. А когда Суровикина отодвинули, вернулся Герасимов и его посадили на общий паек по поставок, тогда Пригожин стал кричать «Шойгу, где снаряд?». Олег Владимирович, вот с военной точки зрения, скажите, пожалуйста, отсутствие Вагнера на полях сражений существенно, несущественно влияет на ситуацию на фронтах? Я скажу, что повлияет. Несущественно, но повлияет. Почему? Потому что они могли выполнить поставленную задачу вне зависимости от условий ее выполнения. Такого подразделения сегодня на линии фронта в российских войсках нет. Мы это видим на примере Бахмута, на примере тех же, туда стянули элиту российской армии, воздушно-десантные войска и парашютно-десантный полк против наших батальонов штурмовой бригады ничего сделать не может. Ничего. Я имею в виду ту же Клещиевку. Даже в Берховке, да, они нас там чуть-чуть приостановили, но не остановили совсем. Вот это на что повлияет. Сегодня нет такого, что... Видите, Пригожевым все-таки на 90% он выполнил то, что обещал. Он пришел, ему сказали двинуть фронт с места, он его двинул. Сказали взять Бахмута, он почти его взял. Когда силы стали на исходе и когда он понял, что ему подрезают крылья, он резко сделал так, чтобы они из Бахмута вышли. Их заменили на регулярные части. Но город до конца он так и не дошел до финала. Но в любом случае, если мы посмотрим, получается вся заслуга зимней и весенней кампании российской армии — это Вагнер. Олег Владимирович, по поводу саммита НАТО. Я понимаю, что уже много чего было сказано, проанализировано. И немножечко водичка, начиная постепенно из Вильнюса, с полей саммита утекать. Но тем не менее, главные итоги, главные выводы, потому что мы много уделили время именно риторике дерзости Зеленского, что он отбросил весь этот пиетет, дипломатический протокол, разборки с Беном Уоллесом, сарказмом Джозефа Байдена. А что в сухом остатке? В сухом остатке, давайте так, если по саммиту НАТО, то в сухом остатке принятие пакета из трех пунктов касательно Украины. Первое — это многолетняя поддержка, военно-техническая поддержка Украины по переоснащению армии. Второе — это и стандартизации под НАТО для дальнейшего совмещения вооруженных сил Украины и войск НАТО. Второе — это создание комиссии Украина-НАТО, что дает нам возможность прямого общения с блоком, с альянсом, не дожидаясь очередного саммита. И третий вопрос, и третий пункт — это предоставление Украине права вступления в альянс без прохождения программы подготовки членства, которая предусматривает целый ряд реформ и преобразований как в стране, так и в армии. Но самое главное — в стране. Вот вам главный итог. Это что касается саммита НАТО. Вот вам главный итог. Вот такие три пункта они приняли в этой формулировке. Кстати, они там, я так понимаю, очень хотели обойти это ПДЧ и так настаивали на его отсутствие. Но они согласились убрать ПДЧ, но при этом они приняли там в документах... Нежегодная программа. Да, годовая национальная программа. Так вот, если ее открыть, подсчитать ее пункты, то это тот же самый ПДЧ. Она тоже начинается с пункта реформы, борьба с коррупцией и все остальное. То есть за что боролись, на то и напороли. А я думаю, что вы обратили внимание, вот на саммите НАТО говорили о чем угодно. Только никто не вспоминал контрнаступление и не давал оцены. По-моему, президент Чехии Петр Павел так моском коснулся этой темы, комментируя свое там заявление, которое он сделал несколько месяцев тому назад по поводу того, что в рамках 2023 года... Про один выстрел для Украины, да? Ну, я вам скажу так, что в принципе в рамках НАТО нет смысла это обговаривать, потому что они все в курсе. Там же Ллойд Остин присутствовал, там все планы по нашему контрнаступлению доведены в объеме, касающемся каждого из членов НАТО. Так что они все прекрасно знают. Плюс они практически все участники формата «Рамштайн». То есть они знают положение и дел в наших силах обороны. Поэтому как бы и саммит – это же не «Рамштайн» заседание. Заседание на «Рамштайн» там проходило, ну я бы так сказал, заочно и в таком в «Лайт» варианте на полях саммита. Там же был еще один саммит, который там решал. Был саммит «Большой семерки». И параллельно проходил вот «Рамштайн» в версии «Лайт». Поэтому смысла обсуждать контрнаступление, его результаты. Я вам привел слова Амелии. Я думаю, что ответ генерала Амелии, одного из главных наших помощников в плане организации и планирования боевых действий, я думаю, удовлетворил всех. А по поводу исключительно военной составляющей, та помощь и поддержка, которую нам пообещали. И да, кстати, мы сейчас ее обсудим. Скажите, вот этот риторический вопрос. Мы должны с ранку до ночи благодарить наших партнеров за ту помощь и поддержку, которую мы получаем? Ну не с ранку до ночи. Тут скажу так, что мне кажется, излишний был сарказм. Надо было просто вежливо ответить, сказать, что еще раз поблагодарите все. Я думаю, что дело в том, что мы же на 100% зависим. Чем дальше, с каждым днем войны у нас становится все меньше образцов в советской технике, все меньше. И на сегодняшний день мы ведем боевые действия только благодаря поддержке партнеров. Технической, экономической, финансовой поддержке. Поэтому, ну, если Бен Уоллес обиделся, то, что он это вынес на публичное обсуждение, непонятно почему. К самому стадии Риши Сонок за него-то уже вроде как попытался сгладить эту ситуацию. Но наш президент тоже вспылил, не сдержался и так резко ему ответил. Я думаю, что это можно было решить более в мягкой форме. Более дипломатично, я понял. Вы говорите о том, что мы критически зависим от международной помощи и поддержки. Хорошо, 10 лет у нас война, если мы берем еще 14-й год. А что наши ВПК, чем занимается концерн? У нас же целый концерн. А вот тут вы не правы. А концерна уже нет. Все, даже спросить не сказал. Ну, где тот концерн? Ну, там паренька. Ну, вот уже две недели, как его нету. И где этот новый молодой директор нового акционерного общества? Так же АО теперь будет называться. Или открытое ОАО. Акционерное общество. Где он теперь, какие планы? Я сразу сказал, что они просто вот этим поступком, они просто оттянули время. Они отвлекли от основного. Я уже не хочу вспоминать про танк, который обещал Гусев за полгода сделать. Его не было. Потом беспилотник попросили отсрочку до Нового года. Его не было. Потом в мае появляется фотография помощницы, помощница она, по-моему, Гусева, с Главковым и еще там несколькими генералами. И она пишет по фотографии, что это успешное испытание беспилотника. Только на фотографии стоит Главком, мы его все знаем. И его заместители и помощники. Но беспилотника нету на фотографии, понимаете? Вот что. И как его испытали? Где его испытали? Сколько он пролетел? Куда он долетел? Ну, явно не до курса. А потом бах. А потом бах. Сложное решение. Вот хороший термин. Сложное решение. И у Короборона Прома нет. И спросить уже не ускалов. А есть какой-то, ну, точнее даже нету еще. Где-то оно там еще в глубинах кабинетов рождается. В Минюсте, наверное, акционерное общество с молодым директором. Поэтому тут огромная проблема. Огромная. В конце буду. Олег Владимирович, а по поводу кассетных боеприпасов. Наш бригадный генерал Тарнавский сказал о том, что кассетные боеприпасы уже есть. Их пока не использовали. Ситуацию могут переломить. Мы будем их использовать. И значит на тех участках, на тех участках, говорит Тарнавский, противник будет отступать, бежать. Но у противника есть эти кассетные боеприпасы. Там есть особенность. Да, у противника, у россиян есть кассетные боеприпасы. Но в основном они либо осколочно-фугасные, либо они с минами. По осколочно-фугасным скажу так, что площадь России, для того, чтобы создать плотность огня, нужно большое количество боеприпасов. Вот в чем дело. Даже кассета, допустим, смерча, для того, чтобы она накрылась какой-то более-менее нормальной плотностью, надо как минимум залп одной пусковой. Это не так, что один снаряд выстрелил и все. Плюс кассетка для ствольной артиллерии. Это совсем другая. У нее меньшая зона рассеивания, но и у нее большая плотность поражений. Вот в чем преимущество. Так что там, где мы их начнем применять, там будут... Ну, знаете, для понимания я приведу вам пример. Вьетнамская война, помните? Так вот, по итогам Вьетнамской войны, когда посчитали количество кассетных и эффективность, количество кассетных и осколочно-фугасных боеприпасов, то соотношение получилось 1 к 8. Либо надо было выстрелить 8 осколочно-фугасных снарядов, либо надо было положить 1 кассетный снаряд. Вот такая вот разница. Это по тем временам. Вьетнамская война уже сказал, объясняя решение предоставления кассетных боеприпасов. Что ты сказал? Боеприпасы же заканчиваются, вынуждены давать. Ну, я думаю, что... Нет, я думаю, вы что, чтобы в Соединенных Штатах закончились боеприпасы, я это смешал. За что купил, за то и про... Да, я слышал эти слова Байдена. Я думаю, чтобы Джо Байден просто сказал, что... Ну, чтобы он сейчас начал рассказывать про эффективность снарядов, про то, что для Украины это необходимость, мы вот не хотим давать ракеты. Он молодец, но он на уровне, мне кажется, на грани шутки сказал, у нас другие кончились, поэтому мы даем кассеты. Но он уже пошел в Вильнюсе, когда у Зеленского спросили, когда мы будем НАТО, а Зеленский не успел ответить, а Байден за него. Сказал, ну, через час-двадцать минут. Да, через... ну, такой вот этот самый штурман-прибор, 120, что 120, а что прибор. Вот примерно такая же ситуация. Поэтому нет, вы что, чтобы... А тем более, вы смотрите, ВПК Соединенных Штатов сегодня разворачивается по полной программе. В отличие от нас, у них ВПК начинает выпускать, увеличивать количество выпускаемых боеприпасов. В Европе ВПК начинает увеличивать количество выпускаемых боеприпасов. Тот миллион, который они нам обещали, идет полным ходом. Сегодня, посмотрите на сводку Генерального штаба. Наша артиллерия сегодня в полном объеме наносит огневое поражение противнику. Вот вам ответ на вопрос. Значит, снаряды есть. Значит, их логистика налажена. Значит, поставки идут. Вы что, если бы реально кончились боеприпасы, но вы завтра не знали бы, чем воевать. Так, Олег Иванович, если вы говорите, что Европа и Соединенные Штаты Америки разворачивают свой ВПК, так они, получается, не заинтересованы в том, чтобы эта война заканчивалась? Ну, в принципе, по тем темпам, которые сегодня идут, я думаю, что мы обеспечим им загрузку предприятий. Это раз. Второе, вы не забывайте, помните, мы вначале еще говорили, и я сказал такую фразу, что эта война перепишет все учебники и все нормативы. А мы уже ломаем. И поверьте, сейчас будет, 100% сейчас пересчитают запасы. И для того, чтобы их накопить, они еще будут работать не один год. Так что нет, тут я бы не связывал напрямую раскрутку ВПК и раскрутку. Сейчас наша вот эта война, она будет триггером для новой гонки вооружения. Это не будет холодная война. Это будет просто гонка вооружений внутри каждой страны. Каждая страна пересмотрит сейчас свою военную концепцию. Захочет обновить парк. Ну, вот смотрите, Бундесвер. Там осталось несколько бригад. Так, Меркель за четыре каденции убила в ноль, убила Бундесвер. Его, значит, по-другому, что это фон дер Ляйен, да? Она же была министром или кем она? Ну, она была министром в последнюю каденцию Меркель. И то, когда немецкая прокуратура начала ей задавать вопросы, они быстро с Меркель сделали госзаказ на модернизацию статанков «Леопард-2» до версии А-7. И она пошла на выборы в европейские структуры. А пока она депутат в европейских структурах, пока она занимает, у нее иммунитет от... Ее не могут следственные органы привлечь для проведения следственных действий. Пока она там. Сейчас ее уже пророчат дальше, в генсеке НАТО. Ну да, Байк уже у Олеса забанил, если мы будем верить в Меркель. Хочет у Урсула фон дер Ляйена по стуги Генсека на... А там немецкая прокуратура закроет дело за давностью событий. Но в любом случае, если Олаф Шольц сегодня начал разбираться в этих вопросах вместе с... Как? Воспириус, да? Министр обороны Борис Писториус, да. Писториус, да. То если Шольц начал разбираться, то перед ними стоит огромнейшая задача. Сколько вам сказал там миллиардов готова Германия сама выделять на Бундесвер? Несколько миллиардов евро. Им поднимать с нуля. Им еще и предприятия еще будут работать не одно десятилетие, чтобы полностью сейчас возобновить Бундесвер. Но вопрос, захочет ли Шольц заниматься этим, скажем так, перетряхиванием, да. А в любом случае захочет. Захочет почему? Потому что на саммите НАТО, вот вторая часть саммита, которую мы с вами почему-то оставляем в тени, это же принятие новых руководящих документов в рамках НАТО. Извините, они хотят поставить под ружье 300 тысяч. 300 тысяч. Это сколько надо бронетехники? Это сколько надо экипировки? Сколько надо найти 300 тысяч автоматов и пистолетов-патронов? Сколько миллионов патронов? И их же не будут сажать на танки «Леопард-1». Их же будут сажать на танки «Леопард-2А7» как минимум? Уже же надо планировать войну, уже надо поднимать вопрос панорамной брони в танке, уже ставить ее на конвейер, уже надо поднимать вопрос комплексной системы управления боем, когда каждый солдат бегает с нагрудной камерой и с микрофоном от командира в ухе. Понимаете? Вы представляете, какой это объем? А вы говорите, они нет, они готовы. И, кстати, наша война, наоборот, они заинтересованы, чтобы она быстрее закончилась, потому что сейчас они работают на дядю, на нас с вами. А они хотят переключиться на себя. Хотят переключиться на себя, говорите вы. Скажите, пожалуйста, вот учитывая темпы, определенные тенденции, насколько высокая вероятность того, что уже к следующему саммиту НАТО, а он же будет юбилейный, 75-й, состоится в Вашингтоне, аккурат к президентским выборам. В США, вот все же эта война закончится. И вот Джозеф Байден, как один из отцов победителей победы. Да, у победы много этих сестер и братьев, только поражение сирота. Я вам скажу так, что судя по заявлениям политиков, я так понимаю, что еще как минимум год. Как минимум. Смотрите, вот политтехнологи мне подсказали такую, я у них услышал такую версию. Для того, чтобы электорат воспринял правильно поданную идею и пришел с этой идеей в голове к избирательной урне, надо 6 месяцев. Вот ни больше, ни меньше. От 8 ноября, у нас 8 ноября выбор, отсчитывайте 6 месяцев, это тот момент, когда Джо Байден должен выйти и перед Соединенными Штатами сказать, мы принесли мир и спасли этот мир от ядерной катастрофы и всего остального. Ну, там будут уже, я не знаю, какие напишут там спичрайтеры, пафосные слова, но вот в этот момент он должен будет это огласить. И это станет стержнем его предвыборной программы. Вот такую я, кстати, ну, не моя идея, сразу скажу. Но политики не американские вам рассказали, наверное, наши, отечественные украинцы. Ну, есть такое. Но она, в принципе, работает примерно везде одинаково. Насколько горячая фаза? Горячая фаза тут, может быть, можно согласиться с чешским президентом, что она может окончиться вместе с этим годом. Хотя я не исключаю еще и весеннюю наступательную кампанию с авиацией, с ракетами и такой последний удар, забивание последнего ввоздя в крышку гроба вооруженных сил Российской Федерации. Вот такой вариант, да, я не исключаю. Но... Сказал F-16, первый квартал 24-го года. Вот, пожалуйста, это будет победоносная контрнаступательная операция по выходу на, допустим, границы 91-го года. Но, смотрите, опять же, если не прилетит Черный Лебедь в Российской Федерации, тут же есть... Это мы с вами... Попробуем взмахнул. Да, это мы с вами как бы делаем выводы, анализируем, но Черный Лебедь может прилететь в любой момент. Эта теория, она работает. Поэтому... Ну, хотя уповать на нее не стоит. Лучше быть готовым к нормальному сценарию и идти, стараться его придерживаться. А прилетит Лебедь, скажем ему спасибо. Не прилетит, значит, будем идти своим путем. Ну, прилет Лебедя, это будет совершенно другая история. Ну что же, будем завершать. Олег Владимирович, огромное вам спасибо за этот разговор. Военный эксперт Олег Жданов был сегодня вместе с нами на Политеке. И также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя. До новых встреч. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok